Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург. Это город противоречий, он надменно царский на вид, но простонародьем наречий дышат его сталь и гранит. Город вроде строгий и чинный, но вокруг народ разбитной, как бы очень консервативный, с революционной судьбой. Город многонациональный, только русский до глубины, и церковно-патриархальный, и безбожный он до поры. Город веры, музыки, света, город смелых русских людей. Здесь стояли насмерть поэты за свободу этих камней. На одном из этажей отеля есть портрет великой Анны Ахматовой. Я считаю, что это самая главная русская поэтесса, но это мое мнение. И у нее, конечно же, в Питере есть памятник напротив крестов знаменитой тюрьмы. Мы постараемся рассказать о ее творчестве, и о ней прямо возле этого памятника. Мы не могли не приехать к памятнику нашей великой русской поэтессе Анне Андреевне Ахматовой. Но она действительно великая русская поэтесса, возле которой всегда вращалась питерская поэтическая публика. Тот же Бродский все время был рядом с ней. Но судьба у нее тоже очень трагичная. Памятник очень красивый, памятник Галины Додоновой. Если вы обратили внимание, это молодая женщина с трагичным выражением лица и скорбной фигурой. Смотрит она, голову повернула налево. А там через реку находится знаменитая тюрьма питерская, кресты. Почему она туда смотрит? Потому что в 1935 году туда посадили ее, в третьего мужа Николая Пунина, и ее единственного сына Льва Гумилева, сына Николая Гумилева, первого ее мужа. Которых там долго держали. И она все время ходила туда, приносила им передачи. И ее туда не пускали. Она часами, многими часами и днями стояла под засовами возле этих дверей этой тюрьмы. И это отразилось даже в ее великом реквиеме, который я хочу вам зачитать. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество. Но только с условием. Не ставить его ни около моря, где я родилась. Последняя с морем разорвана связь. Не в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня. А здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов. За тем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных марусь. Забыть, как постылая хлопала дверь, и выла старуха, как раненый зверь. И пусть с неподвижных и бронзовых век, как слезы, струится подтаявший снег. И голубь тюремный пусть гурит с дали, и тихо идут по небе корабли. Очень трагичный и пронзительный стих. И место для памятника выбрали очень... Слово «удачный» не подходит к этому, а просто оно точно. Оно символично. Если вы обратили внимание, там стоят два сфинкса, скульптора Шемякина, которые символизируют сталинский террор. Поэтому место прямо в точку. Оно подчеркивает трагизм ситуации, трагизм этого человека. И еще раз говорит о том, что поэтам становится не просто так, не от того, что технику освоили. А как сказал Бродский, я повторюсь, до этого либо доживают, либо нет. Вот Ахматова до этого дожила, до звания великой русской поэтессы. До Нобелевской премии она не дожила. Ее дважды номинировали, но не дожила. А да, звание великой русской поэтессы дожила. Прекрасный памятник Галины Дандоновой. Хотя либералы очень критиковали ее. Им очень хотелось, чтобы Эрнст Неизвестный сделал памятник. Но я считаю, что памятник очень красивый и очень символичный. Мне очень нравится. Есть у нас в истории две поэтессы, которые безоговорочно и всеми признаются великими русскими поэтессами. Это Марина Цветаева и Анна Ахматова. И опять-таки, трагичны их судьбы. У Цветаевой она, на мой взгляд, вообще страшна. Не выдержала она испытаний, покончила с собой. Но трагична судьба и Ахматовой. Власть саму ее не трогала, но может делала еще больнее издевательствами над ее родными и близкими. Но Анна Андреевна выдержала все испытания и переплавила все это в свои прекрасные стихи.